Партнер программы салон-отелье классических итальянских костюмов Марка Би Антония на Карло Липнихта 71, телефон 295-777. 12.05. Первый начинает дневную разворотку. Я в студии Николай Голиков и Дарья Сокузлиева. В самом начале немножко расскажу о том, о чем будем сегодня общаться. Во второй части дневного разворота, это после 13 часов, поговорим о поступлении в ВУЗ через госуслуги. Новая функция, которая появилась буквально на днях. Буквально на днях мне госуслуги прислали письмо на электронную почту. Я подумала, ну что ж, ладно, в ВУЗ я поступать не собираюсь, но по крайней мере буду знать о том, что такая возможность есть. Но все равно приятно, не забываем. И о фестивале ландшафтного искусства в Кирове расскажет нам Светлана Кекина, начальник отдела зеленого строительства управления дорожной и парковой инфраструктуры администрации Кирова. Узнаем, что это за мероприятие, кто будет принимать в нем участие, смогут ли посмотреть на это простые кировчане, кто не имеет отношения к ландшафтному дизайну. Мне уже очень понравились слова, там каждый участник представит свой выставочный сад. Вот представляешь, как звучит красиво уже. Да, где это будет и где всю эту красоту можно будет посмотреть. В первом часе будем говорить о налоговых льготах, льготах для инвесторов, но не для всех, для тех, кто будет трудиться в сфере спорта, культуры и туризма. Накануне на заседании комиссии по экономике, городской думы, поддержали депутаты вот эти налоговые льготы для инвесторов. Денис Ерохин, депутат Гордумы и председатель по совместительству этой комиссии, по подробнее нам об этом расскажет. И еще один момент, о котором хотелось бы предупредить. Сегодня день памяти и скорби, я думаю, все об этом помнят. Всероссийская минута молчания начнется буквально через несколько минут, и мы тоже к ней присоединимся, так что не пугайтесь. Не пугайтесь, да, это мы так не случайно замолчим. Да, так вот, к слову о налоговых льготах. Есть там несколько условий, которые будущим инвесторам, скажем так, нужно соблюсти. Кстати, не так и много. Да, не так и много, но есть, на мой взгляд, такая достаточно важная, не знаю, в какой формулировке в итоге она войдет, это зарплата не менее двух мрот. Да, но там вопрос-то идет, спор идет о том, что это средняя зарплата по организации или категорически не менее двух мрот. Или у каждого человека должна быть не менее двух мрот. Был по поводу дискуссии великий. Ну, это известная же история, Даша, когда у начальника зарплата 200, а у меня там средняя по больнице получается больше двух мрот. Вот, есть деление, насколько я понимаю, также по сумме вложенных средств и тому, на сколько лет сможет рассчитать. Ну да, от одного до пяти лет, в зависимости от того, сколько инвестирует человек. Вот, то есть, если инвестируется менее 250 миллионов, налоговая льгота предоставляется на три года. Если больше 250 миллионов, то... Максимум на пять лет. На пять лет, да. Вот, при этом, если я правильно поняла, то один раз, по-моему, только этой льготой можно воспользоваться. Вот этот момент я пропустил. Но мы спросим у Дениса Юрьевича. Да. Вот, не знаю, насколько... Прошу прощения, да. Со спортом и культурой, в принципе, понятно, да, вот с туризмом хотелось бы уточнить моменты, но Денис Ерохин у нас уже на связи. Денис, добрый день. Добрый день. А, Денис, правильно ли мы поняли, что эта льгота будет носить некий одноразовый характер? Ну, то есть, один раз только можно будет ее получить, вот на срок либо до трех лет, либо до пяти лет, в зависимости от объема инвестиций? Ну, это да, это от объема инвестиций, это для инвесторов, чтобы, как бы, ну, каким-то образом хотя бы будицепалитет шел навстречу инвесторам, которые вкладывают и строят какие-то объекты на территории муниципального образования. То есть, в любом случае, как бы, эта льгота в дальнейшем для муниципалитета, она окупится, потому что люди, построившие, будут платить там налог на имущество, либо аренду земли, либо там, вернее, не аренду земли, земельный налог там и так далее. Вот, создавать какие-то рабочие места, ну, то есть, это в любом случае для муниципалитета плюс. Это то, что касается для инвесторов. И также будет рассматриваться льгота под спортивными объектами. Да, да, развивать спорт, поэтому, чтобы хотя бы как-то заинтересовать частных инвесторов для развития вот спортивных объектов, потому что у нас катастрофически не хватает, к примеру, этих же и, как бы, ледовых, сама катков, да, крытых, коробок какие-либо, и крытых стадионов, ну, как бы, и так далее. Поэтому, вот, чтобы как-то их заинтересовать, вот такая льгота будет. Денис, а вот, я надеюсь, будет депутат, если поддержат. Я думаю, что все поддержат, потому что, ну, такая очень, на мой взгляд, здравая история, когда, ну, хотя бы что-то. Хотя, в принципе, вот то, что касается для инвесторов, в масштабах вложений, да, вот там, есть градации, там, до 250 миллионов, выше 250 миллионов. Конечно, эта сумма, как бы, небольшая, но у нас и муниципалитет, и бюджет муниципалитета, он не такой, как бы, хотя бы что-то, вот, ну, как-то так, вот, это внимание даже, скажем так. 20 секунд у нас, да. Денис, мы сейчас прервемся, потому что через 20 секунд минута молчания всероссийская. Не будем тогда начинать уже новый вопрос. Если несложно, вы можете 3 минутки подождать, либо положить трубку, и вас заново перенаберут, как вам удобнее. Хорошо. 22 июня 1941 года зловещим вихрем война ворвалась в каждый дом, в каждую семью. Вся страна замерла у репродукторов, из которых слышался голос Юрия Борисовича Левитана. Внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Заявление Советского правительства С гражданами и гражданами Советского Союза Сегодня, 22 июня, 4 часа утра, В первое объявление войны, Германские войска напали на нашу страну, Атратовали наши границы во многих местах, И подвергли бомбардировки города Житомер, Симир, Севастополь, Сауляк и Брюзиле. Вспомним тех, кто бился с врагом на фронте, Воевал в партизанских отрядах, Страдал в нацистских концлагерях, Кто без сна и отдыха трудился в тылу. Огром glianda Продолжение следует... ... ... Продолжение следует... Продолжение следует... Благодарной памяти, светом любви нашей, светом скорби нашей, пусть озарятся имена родных и близких, отдавших свою жизнь за наше будущее. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Можно ли как-то... О каких суммах вообще идет речь? Понятно, что все зависит от размера участка. Но если брать, например, если мы о спорте до минуты молчания начали говорить, то есть о строительстве среднего спортивного объекта, какую именно сумму есть возможность инвестору сэкономить на земельном налоге? Ну, вы знаете, в зависимости от кадастровой стоимости... То есть земельный налог исчисляется от кадастровой стоимости. И в зависимости от кадастровой стоимости, ну, тут сумма абсолютно разная. Но то, что говорит Департамент финансов, то мы сейчас говорим о спортивных объектах, которые уже находятся и у которых, скажем, они уже есть. И просто чтобы они вкладывали свое в развитие и получили льготу, которая уже существует, спортивные объекты, то это сумма выпадающих доходов около 3 миллионов. Там 2 800, ну, что-то такое, около 3 миллионов в год это выпадающих доходов из бюджета. Ну, я считаю, что это так или иначе, но эти деньги пойдут наверняка там, ну, как бы в этот же спорт. И тут смотря с какой стороны смотреть выпадающие доходы, да. То есть, ну, как бы, я думаю, что в любом случае это будет польза. Ну, в любом случае, если сравнивать с теми суммами, о которых идет речь, да, которые, как бы, будут инвестировать люди в это, да, то это правда очень такая незначительная получается. Нет, это, я говорю, то, что уже есть. А то, что инвестировать, конечно, как бы, если мы возьмем на примере там, к примеру, там, какие-то более богатые регионы, это уже Московская область, еще что-то, там инвесторам предоставляют такие условия, поэтому они туда и идут. Но тут, конечно, если человек вкладывает там 250 миллионов и получает льготу по земельному налогу, который, в принципе, достаточно, ну, он, как бы, небольшой, да, то есть, то это, конечно, какого-то глобального-то прорыва не даст. Это просто, знаете, такое, как бы, ну, как, такое, как знак внимания, я бы сказал даже, но точно не ощутимая какая-то там поддержка, и ожидать, что сейчас там инвесторы узнают, что там льгота у нас по земельному налогу, то есть, человек должен вложить 250 миллионов, чтобы сэкономить несколько там, ну, может, там, 200-300 тысяч рублей. Конечно, это несопоставимые суммы, но я какое-то просто, ну, такое, как бы, такое внимание со стороны муниципалитета. А, смотрите, Денис, когда мы говорим об инвестировании, мы имеем в виду только строительство новых каких-то объектов или тут еще что-то в это понятие вкладываем? Льгота под спортивные объекты, она уже есть, которые, как бы, они будут действовать, да, которые, скажем, которые у нас есть, вот. А мы говорим сейчас, ну, то есть, вот, там, на вот эту историю, как бы, поделить на две части, это под спортивные объекты, и, значит, второе, это для инвесторов. Для инвесторов это, когда человек заходит и строит, ну, новое, там, ну, как бы, само новые объекты, там, производство, там, еще какие-то такие. То есть, он должен предоставить, там, в муниципалитет бизнес-план, там, и так далее, и тому подобное. То есть, там были какие-то ограничения сначала, изначально, со стороны администрации, там, сколько-то сотрудников, сколько-то еще чего-то. Сейчас эти ограничения, как бы, убраны, там, просто, ну, достаточно, ну, я думаю, что многие должны попадать вот в эту историю, кто, как бы, захочет. Ну, я еще раз повторю, что это не даст ждать какого-то прорыва, там, со стороны инвесторов, что со всех регионов побегут нам что-то строить. Наверное, нет. Потому что, ну, это, ну, это несопоставимая, как бы, история вложения и то, что инвестор может сэкономить, вот, благодаря этой льготе. Это просто вот его шаг такой, даже не шаг, а шажочек навстречу бизнесу инвесторам. Вот так. Ну, вот смотрите, да, ну, я, в принципе, понимаю, там, со сферой спорта, да, новые спортивные объекты, возможно, строить где-то и на периферии, да, и они там точно так же будут пользоваться популярностью, как, например, в центре города. Что касается туризма и, например, строительства новых каких-то гостиничных объектов, то, ну, наверное, гостиница в центре города более туристически привлекательна, чем на какой-нибудь филейке, да, но при этом у нас же есть исторический центр, да, где наложены ограничения, да, определенные. Вот здесь как вообще есть в городе, где развернуться гостиничному бизнесу, тому, которого еще нет? Ну, вы знаете, почему в других городах и загородные гостиничные комплексы, там, на въезде в городе, то есть, как бы, они тоже пользуются спросом, да, то есть, ну, у нас, понятно, что количество гостиниц большое, и, ну, я думаю, что у нас есть куда двигаться, куда, там, улучшать, в том числе, гостиничный сервис. Другое дело, что у нас, наверное, потока такого нет, как в этом же, допустим, там, Нижний Новгород, я про Москву не говорю, там, конечно, безусловно, вот, поэтому я думаю, что если кто-то захочет вкладываться в эту историю, то почему нет, то есть, наверняка, люди оценивают какие-то риски, потоки, там, ну, как бы, и так далее. Ну, я говорю, давайте вот просто, если сравним, о чем я постоянно говорю на комиссиях, вот, если сравнивать, допустим, вот, какая есть поддержка униципалитета, вот, в Московской области, например, для инвесторов, то есть, там человек приходит с бизнес-планом и говорит, я хочу там что-то производить, ему предоставляют земельный участок в аренду за 1 рубль на 3 года, то есть, он в год платит 1 рубль. Ему предоставляют возможность подсоединения коммуникаций, и, там, дороги, прочее, 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 ему идут, как бы, до встречи он все это делает, но через 3 года это же все окупается со стороны, то есть, он начинает платить, ну, то есть, там, за землю, он начинает платить налог на имущество, он, ну, в любом случае, он там что-то производит, там, будь это УСН или какие-то, ну, там, я имею в виду упрощенная система налогообложения, или, ну, что-то, там происходит, какие-то МДФЛ и прочее, прочее, то есть, в любом случае, без развития и помощи бизнесу, пускай, какими-то шажочками, ну, их надо очень много сделать, чтобы хотя бы, если даже не ждать какого-то, там, прорыва, чтобы к нам кто-то там поедет, хотя бы, чтобы у нас местные ребята, которые хотят заниматься предпринимательством, чтобы они, как бы, оставались здесь. Ну, у нас постоянно какие-то условия, допустим, по УСН, у нас сделали, как бы, льготу, но попасть в эту льготу крайне сложно, допустим, если взять соседнюю республику Коми, там все понятно, 3,7,5, например, по УСН, но там нет ограничений, там попадают и ПЭшники, и, которые один работают, и, там, предприятия, у которых, там, 10-20 человек, а у нас же, что, нужно, там, определенное количество человек, это, это, это. И в конечном итоге многие, как бы, не попадают, поэтому льготы-то должны, они быть, помимо льгот, о чем вот тоже я постоянно говорю, они должны быть понятны, можно напридумывать кучу льгот и отчитываться красиво, допустим, перед Москвой, что мы там, там, и заманивать инвесторов, но в конечном итоге в эти льготы-то, ну, как в это, в маленькое угольное ушко, там, как бы, не попасть. А если даже ты попадешь, то у тебя вот столько проверок, каким образом ты туда попал, что ты, наверное, как бы, даже идти этот льгот, это не в радость будет. А, Денис, прошу прощения, перебью сразу, вот условия про два мрот, оно не будет ли в итоге вот этим игольным ушком? Знаете, это не так страшно на самом деле, вот про два мрот, это мы тоже поднимали вопрос, это, допустим, может быть один человек, то есть на время строительства, там, реализации инвест-проекта, там, ну, допустим, есть какая-то организация, то есть вот там один человек, и там вот он может, там, там, два мрот, но хотя бы нет ограничений, как это изначально фантазировала администрация, что там 5-10 человек, там, и так далее. То есть если человек, то есть это, как бы, начинает инвестировать, то есть не обязательно там 10-20 человек, то есть это, как правило, подрядные какие-то организации, и там, ну, как бы, вот эти люди-то на какой-то стадии не нужны. Поэтому это, если вы говорите про год земельного налога, вот про два мрот, то это вот как раз та история, что там может быть один человек. Вот количество людей, вот оно в процессе обсуждения было убрано. Денис, тут немножко про другое спрашиваем, потому что был еще непонятный вопрос, чем закончилось. По количеству понятно, что оно убрано, а вот по, как считать эту среднюю зарплату, как среднюю, там, на всех, да, по два мрот, или чтобы у всех было не меньше? У человека была не меньше двух мрот. Вот к чему пришли, я не очень понял. Не, смотрите, то есть изначально там была, как бы, речь о том, что определенное количество человек, но в процессе обсуждения мы говорили о том, что на стадии реализации инвест-проекта не нужно большинству инвесторов там, то есть это может быть один там предприниматель или один просто директор в одном лице какой-то организации, который заключает договора с подрядными организациями на строительство там того или иного объекта. Поэтому, как бы, сейчас вот и речь-то идет, что вот этот один человек должен получать два мрот. То есть ни пять, ни десять, как там изначально как бы обсуждалось. Нет, а если у них численность сотрудников, например, 20 человек, все 20... Да, численность сотрудников убрана на сегодняшний день. Нет, вот если в компании уже числятся без всяких там попыток попасть в налоговую льготу 20 человек, вот эти 20 человек все должны получать два мрот, не меньше двух мрот? Или это просто среднее берется? Ну, вы знаете, предприниматели, на то и предприниматели, я думаю, что они откроют новую компанию и будут платить один мрот, если как бы кто-то что-то не будет куда-то попадать. Поэтому, как бы, ну... То есть это условие вообще убрано, да? Условие... То есть если там числится один человек, то он должен получать два мрот. А если два... То есть он может быть один. Понятно. Точнее, это не очень понятно, но понятно. Будем ждать уже, когда рассмотрят окончательно, что примут. Я думаю, что... Я, в принципе, почти уверен, что будет поддержано, потому что я говорю, это такой мини-шажочек навстречу предпринимателям, инвесторам и так далее. Я думаю, что, ну, как бы, надо вот совместно с предпринимательским сообществом еще смотреть, что вот, как бы, что может там, по крайней мере, город, да, вот сделать для того, чтобы, ну, в принципе, здесь хотя бы что-то было как-то интересно оставаться и как-то закрепляться. Спасибо большое, Денис Ерохин был с нами на связи, депутат Кировской городской думы. Нам пора на полторы минутки прерваться на рекламную паузу, потом еще после рекламы свяжемся с Андреем Морозовым, руководителем проекта «Хлыновский палат» и сооснователем компании «Калинка Морозов». Рекламная пауза. Дневной разворот продолжаем. Николаю Голикову передаю слово. Потому что мы должны напомнить обязательно, что беседовать с делами людьми нам в студии помогает салон ателье классических итальянских костюмов «Марко Би Антони» на улице Карла Липних, 171. «Марко Би Антони» — это пошив мужских, женских, корпоративных костюмов из лучших европейских тканей. Костюмы для торжеств и выступлений, сорочки, плащи, пальто по индивидуальным размерам, создание гардероба под ключ для самых взыскательных персон, услуги химчистки премиального уровня. «Марко Би Антони» — эстетика в каждой детали. «Карла Липнихта, 71, рядом с театральной площадью, 295, 777». Ну а я напомню, или узнаете те, кто только подключился. Говорим мы сегодня о земельном налоге. О новой льготе для инвесторов на земельный налог, который в процессе обсуждения на комиссии депутатской был обсужден. И вот на следующей неделе на седании городской думы, ну, вероятнее всего, будет либо примут. С Денисом Ерохиным до перерыва общались, депутатом городской думы. Денис сказал, что, в принципе, суммы там не какие-то большие, но, по крайней мере, это очередной такой вот шаг со стороны. Шажок, как он сказал, в сторону инвесторов. От городской администрации, да, в сторону к инвесторам Андрей Морозов, как и обещали с нами на связи, руководитель проекта «Хлыновские палаты» и сооснователь компании «Калинка Морозов». Андрей Николаевич, добрый день. Андрей Николаевич. Андрей Николаевич. Алло. Алло, слышно ли нас? Все хорошо, отлично. Да, я слушаю вас очень внимательно. Ага, Андрей Николаевич, вот смотрите, с Денисом Ерохиным сейчас общались, он говорит, что, в принципе, с точки зрения какой-то финансовой экономии, экономия не так и велика для бизнеса. Вот вы, как человек, чей бизнес напрямую, часть бизнеса, по крайней мере, связана с теми сферами, к которым предполагается вот эта налоговая льгота, как вы ее оцениваете? Ну, знаете, значит, ну, надо понимать, что значит экономия не велика. Экономия не велика для бюджета, потеря для бюджета не велика. А для частного инвестора это очень хороший закон, если его примут, это большое подпорье, потому что на сегодняшний день вот за большей территорией, где расположены туристическо-спортивные кластеры, это, как правило, так сказать, территорий там нескольких гектаров. И, соответственно, там очень много зеленых зон, там больше спортивных площадок, там прогулочные специальные дорожки, там дорожки для здоровья, так сказать, тропы здоровья и так далее. Это, конечно, очень тяготит и обременяет, если очень большой коэффициент. И то, что сегодня делается в Кировской области, это, конечно, подарок для тех людей, кто готов инвестировать в спорт и туризм, о чем сегодня говорит стратегия 2030 президента Российской Федерации, о чем говорит сегодня правительство, что нужно развивать внутренний туризм. И мы очень правильно сейчас делаем вместе с депутатами, и большое спасибо Денису Ерохину, и спасибо Шлибинзону и Рюль Львовичу о том, что они так заботятся о внутреннем туризме, и в том числе, так сказать, о людях, которые живут на Вятской земле. Поэтому мы сегодня по коэффициенту 0,3, мы сегодня приблизились к московскому региону. Конечно, у нас в лидерах сегодня идет Камчатка, там вообще 0, и 0,5 у нас у Санкт-Петербурга. Но 0,3 это, конечно, революция для Вятки, и очень правильно и в свое время этот закон принимается. Конечно, было бы лучше, если было бы раньше, но мы еще не так сильно опоздали, потому что деньги Туризма РФ, они как раз распределяются по субъектам Федерации, и мы можем получить дополнительного инвестора именно в ту отрасль, которая у нас не развита. А, Андрей Николаевич, а как считаете, какая отрасль быстрее, да, или там чаще всего, скажем так, как пожелает воспользоваться вот этой новой льготой, ну, то есть у кого наибольшие здесь перспективы? Потому что, я не знаю, слушали вы или не слушали, вот Денису тоже задавал этот вопрос, понятно, что спортивные объекты, в принципе, могут находиться в любой точке города, да, и там востребованность, в принципе, будет такой же, там, как в центре города. А если мы говорим о гостиничном бизнесе, то, наверное, логично строить что-то в центре, где, ну, сложновато, наверное, будет уже что-то построить, учитывая сложившуюся застройку. Ну, смотрите, вот сегодня у нас есть очень хороший куратор, это федеральное агентство туризма РФ. Там очень четко прописаны критерии, как нужно создавать туристические классы, чтобы были туристические потоки, и чтобы мы попали вот в эту сеть гостиниц, где мы получили бы туриста. И именно за счет вот этой инструкции, да, вот пошаговой, мы на сегодняшний день можем очень хорошо развить вятский регион в качестве внутреннего туризма среди субъектов. Тем более у нас есть очень хороший пример Губахи. Там уже компания, которая занимается развитием туризма, это горнолыжный комплекс, зовут его Рашид, у этого же Рашида сегодня колесо, обозрение у цирка, это его же компания, и они сейчас уже получили поддержку от туризма РФ. Можно войти в альянс с Пермью, например, сделать сеть гостиничную, можно войти в альянс с Нечкино, Ижевск. Это уже получается такая история ПФО. И за счет того, что в центре города мы... Понятно, что сейчас... Ну, у нас, вы знаете... Алло? Да-да-да, мы слушаем вас. А что там какой-то звук пошел? Вот. Самое-то интересное, что у нас не только заработает новая структура туризма РФ в качестве строительства новой гостиницы, да, у нас и заработают другие гостиницы, которые уже построены внутри центра города. Поэтому чем больше будет у нас мест для посещения туризма, чем больше у нас будет площадок, тем у нас больше будет возможность получения грантов, которые сейчас возможны в этой сфере. И нам не только нужно сейчас сделать льготу по... На кадастовую стоимость... По земельному налогу. На кадастовую стоимость, да. Нам бы еще хотелось свободную экономическую зону, потому что если мы рассматриваем сейчас те проекты, которые нам предлагают грантовые, то там везде есть дополнительные баллы именно за свободные экономические зоны. Вот 8 баллов можно получить сразу, если у нас будет свободная экономическая зона по, значит, именно туризму. И там можно... Туда можно включить и инновации, и развитие территории, так сказать, проекта. Там как бы это такой... Ну, общий пул должен быть. Чем больше аккумулируем, да, в одном месте, значит, вот, инновации и развития берет именно молодежных движений, то, что сегодня нужно молодежи, тем мы больше получим поддержки от государства. Андрей Николаевич, вопрос в чем, вот чтобы появилась свободная экономическая зона, на каком уровне решения должно приниматься? Ну, вы знаете, конечно, все зависит от головы. Значит, голова у нас умная, голова у нас светлая, голова у нас перспективная. Поэтому сейчас созданы как раз принцип одного окна, о чем мы мечтали. Сейчас уже движения, как бы, значит, они как бы уже полным ходом идут. Я думаю, что мы на будущий год получим такую свободную экономическую зону уже на территории Вятки. Ну, решение должно приниматься сразу в законодательном собрании или оно тоже должно будет через городскую думу как-то пройти? Я думаю, что это будет решение областного законодательного собрания и правительства Кировской области. То есть это не на федеральном уровне принимается? Да, и, естественно, поддерживают это федералы. Ну, как правило, такие свободные экономические зоны уже есть. Значит, опять же, можно взять их за основу, за пример и идти уже по таким более развитым регионам, как ставить пример, так сказать, и, соответственно, делать подобные вещи в Вятке. И, смотрите, вот еще один момент, да, 90% минус, да, когда мы говорим об этом земельном налоге, почему бы вообще полностью тогда не освободить? Вот на эти три там или пять лет, в зависимости от объема данной стихи, сделать ноль. Ну, вы знаете, как бы, вот здесь вы совершенно правы, я с вами полностью солидарен, что вот сейчас сложное, трудное время для таких сфер, как социально, ну, это все равно вариант социального направления, да, конечно, это должно быть нулевые ставки. И должны быть дополнительные поддержки людей, тех, кто сегодня готов инвестировать в сферу туризма, спорта, молодежного движения, креативных индустрий и так далее. Это приведет нам в дальнейшем дополнительные деньги. Просто в ветке привыкли деньги считать сразу. Вот дом построил, продал, получил. Гараж построил, машину поставил. А вот мысли там... Долгосрочном каком-то планировании, да. Да, к сожалению, но вы видите, что у нас, к сожалению, новых парков нет. Вот сейчас их только начинают реконструировать и так далее, а город растет. И, конечно, нужны такие территории, где мы могли бы чувствовать себя комфортно. Все-таки одно дело это благоустройство внутри территорий домовых, другое дело, когда есть хороший парк. Вот всегда кланяюсь одному человеку, которого очень уважаю и люблю. Это Анжеле Михайлович Михеев, который сделал набережную Грина. И мы все ходим, и мы все радуемся, и мы все любим эту набережную и вводим туда гостей. Там и церкви, там и храмы, там и река, там и... Андрей Николаевич, я прошу прощения, заканчивается у нас уже, к сожалению, время эфира. Да, у нас просто выходит время, к сожалению. Большое спасибо за ваши комментарии. Андрей Морозов был с нами на связи, руководитель проекта «Хлыновские палаты» и сооснователь компании «Калинка Морозов». Вот примерно такая картина складывается. В принципе, я думаю, что действительно на заседании Городской думы будет поддержана. Это новшество, опять же... И, как оказывается, для отдельных фирм довольно-таки серьезное подспорье, судя по словам Андрея Николаевича. Да, и с учетом вот сказанных уже Андреем Морозовым слов, хотелось бы тогда, наверное, верить в то, что если это действительно какое-то хорошее подспорье, то в ближайшие годы мы и правда увидим какое-то развитие и движение в сфере спорта, культуры и туризма. Хотелось бы, да, чтобы появлялись и новые какие-то спортивные объекты и новые гостиницы. На этом мы завершаем дневной разворот. А, первую часть, прошу прощения, дневного разворота. После 13.06. Встретимся с новыми темами. Костюм – это не просто часть гардероба. Это важная составляющая успеха. Он подчеркивает статус, рассказывает о вкусе, создает правильное впечатление. Поэтому вам не нужен просто костюм. Вам нужен костюм от Марка Би Антони. Итальянский костюм индивидуального пошива премиум-класса. Приезжайте на Карлолитних Т-71. Звоните. 295-777. Марку Би Антони. История вашего успеха.